Во время холодной войны вопросы безопасности в нашей стране были на первом месте. Только в 86-м в коме ввели в строй 21 бомбоубежище и 14 противорадиационных укрытий. Тогда в защитных сооружениях республики могло спрятаться почти 70% жителей. Бомбоубежище номер 120 под зданием бывшего бумпромстроя предназначалось для работников стратегически важных предприятий Эжвы. Построенное на закате Советской империи в середине 80-х, сегодня оно уже мало чем напоминает изнутри те самые казематы, которые строились для укрытия населения от ядерного удара. Впрочем, и сейчас здесь есть на что посмотреть. Продолжение следует... Переждать смертельную опасность в самом комплексе может 500 человек. Здесь созданы все условия для автономного существования. А это фильтр-вентиляционное помещение, так называемые легкие бомбоубежища. Здесь находится специальная система труб и фильтров, по которым с помощью электромотора прогоняется и очищается воздух с поверхности. На случай, если электричества нет, установлены ручные насосы. При полном отказе от воздуха снаружи предусмотрены баллоны с кислородом. Правда, хватит их только на двое суток. Долгое время объект простаивал, но в 2010-м противопожарная служба КОМИ взялась его модернизировать. Здесь ремонт был сделан... Работы было очень много произведено. Это не ремонт, а строительство, можно сказать. Сейчас здесь обучают специалистов ведомства и проводят познавательные экскурсии. А к 80-летию гражданской обороны на базе комплекса откроется музей, уникальный в своем роде и первый в республике. Индикатор радиоактивности ДП-62 образца 1957 года. Заряжается. Если местность заряжена, значит проявляется здесь, лампочка загорается. Дозиметры, медицинские приборы, средства связи и оповещения, рассекреченные архивные документы и значки. Некоторое оборудование изготовлено несколько десятков лет назад, однако до сих пор в рабочем состоянии. Заливается специальный раствор в рабочую емкость 1 и рабочую емкость номер 2. Затем происходит прокачка воздуха через рабочую систему прибора и прокачанный воздух поступает на индикаторную ленту. Экспонаты для своего музея сотрудники противопожарной службы КОМИ искали по всей республике. За полгода удалось собрать полторы сотни экземпляров. В будущем, я думаю, что экспонаты увеличатся. И документы тоже найдем более-менее. Именно в муниципальных образованиях, вот таких как Целемский район, вот документы пришли, да, еще и 70-х годов. У Целемского района. Вот с районов у нас, к сожалению, очень мало материалов. Музей гражданской обороны откроется 5 октября. Первыми посетителями станут ветераны профессии. 60 человек со всей республики. Евгений Ракин, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывкар.